дважды в год это огромный челлендж там огромное количество работы и один из челленджи для этой компании это интеграция автоматически и continuous delivery это принципе прикольная штука и я хочу тоже сразу воспользоваться случаем порекомендовать ребят из соседней комнаты там есть офигенные спикеры с фейсбука из гугла которые рассказывают что такое continuous delivery вчера мы с ними общались они перевернули мое представление continuous delivery реально круто окей вернемся к нам собственно цель цель моего выступления здесь первое это рассказать по силе нет почему это круто не всегда супер круто но принципе неплохо и второе завербовать здесь единомышленника об этом я расскажу чуть позже сохраним это пока как тайну что такое силенит вот я тут украл кусок баннера из официального сайта кто не в курсе что такое силенит кто кто не сталкивался силенитом окей достаточно много людей супер я расскажу я расскажу очень high level потому что сам не эксперт но то что я увидел силенит в принципе меня заставила довольно слушанного человека заставила удивиться значит первое что такое силенит силенит это во-первых в раппер умный в раппер над selenium я вчера узнал собственно человека который контрибьютил силеним вместо вместе с его автором что selenium на самом деле задумывался как в принципе low-level api то есть selenium как таковой не рассчитан на directly usage поэтому силенит это принципе не просто как попытка завропать какой-то неудачный api это в принципе необходимость в том числе по мнению автора selenium а окей то есть что такое силенит силенит это возможность одной строчкой делать то что все время делается двадцатью второе это возможность тестить вообще нетривиальные аджак сколы которые ведут себя предыкты был и все такое сели не умеет это умно ожидать там по экспоненте все такое плюс он поддерживает что очень приятно jQuery матчеры давайте покажу кусочек кода так на работе лучше то есть вот в принципе видно что одной строчкой мы можем вызвать открытие браузера и открыть сразу там определенный url потом используя матчеры которые используются в jQuery я с помощью аналогичного похожего то что похожего эквивалентного синтаксиса jQuery тот кто familiar jQuery понимает что это принципе довольно прикольно когда ты имеешь свой опыт ты переносишь его принципе на ментально на automation тестинг ну и в целом он дает ряд то что они называют конкуайз api то есть коротких при этом интуитивных функций которые позволяют в одну строчку выполнить нужную мне операцию сейчас мы детально посмотрим но по сути что мы давайте рассмотрим это то есть что тут происходит здесь открывается браузер открывается google по имени по имени находится control куда мы будем вбивать то есть строка поиска вбивается вэлью то есть силенит нажимается enter после этого аэрс походе находятся результаты поиска проверяется что их 10 после этого мы находим первый видимый и убеждаемся что это этот результат выдачи представляет из себя содержит в себе ключевые слова силенит когда я когда я впервые в принципе столкнулся с этой технология история выглядела таким образом то есть у меня в принципе есть я отчасти стартапер некотором смысле сейчас это стало модным но в принципе я пытался делать свои проекты когда это еще не было мейнстримом и зафейлил десяток стартапов наверное и не так давно принципе мне удалось создать нечто что используют люди используют люди самое интересное за это платят я не буду много рассказывать об этом продукте но по факту классическая история то есть удалось создать некий mvp минимум и был продукт который оказался полезным людям эти люди изменили даже слегка свою жизнь в интегрировал его скорее работу интегрировал автоматизировал ряд своих рутинных операций я жил счастливо в принципе по следующему с dlc я в имплементе определенную функциональность тестил ее как приходилось и деплоил на продакшн ну не такой себе современный континьюз деливери есть много шуток и книжек типа там как-то там и на продакшн ну в общем как то так проблема с которой я столкнулся впервые естественно я задеплоил на продакшн баг баг который увидели юзеры это привело ну то есть я принципе человек ответственный это было мне просто неприятно хотя с юзерами все окей и они не обиделись но тем не менее это неприятно поэтому когда я впервые с этим столкнулся я понял что дальше так продолжаться не может мне нужно какое-то тестирование и не тесты которые были не выполняли свою роль и серчу по интернетах я наткнулся вот насилие нет и что это означает для меня и надеюсь в принципе в какой-то смысле я смогу донести это в или и до вас для меня это означало что вау похоже что мне не нужно не писать какого никакого фреймворка для selenium а я просто беру этот selenit который обладает вполне себе интуитивным синтаксисом обладает массой примеров открываю вижу студии или whatever копипастью код меня его под свою логику и я счастлив у меня есть покрытие тестами которые по крайней мере обеспечивают мне какие-то бизнес флоу то есть например юзер может открыть страницу залогиниться юзер может перейти на страницу и так далее и это в принципе еще раз повторюсь довольно интуитивно и то что мне в принципе понравилось проект имеет историю кто был населением кэмпе прошлые годы приезжал сам автор андрей солнцев рассказывал об этом проекте то есть проект довольно имеет большую историю что меня в принципе подкупает поскольку я понимаю что я иду в продакшен как бы не с каким-то new staff cutting edge окей собственно какая проблема какую проблему я встретил окей я это увидел понял что это как бы сьют и был форма кейс я готов это использовать и готов покрывать my project но было сразу очевидно что это работает только на джава мой стек технологии это си шарп и microsoft microsoft принципе стек это отдельная история кто-то может кинуть камнем отчасти будет прав ну а не вей то есть microsoft позволяет делать мои вещи быстрее поэтому я из аэси шарп и microsoft стек я не хотел платить не платить никакого зоопарка и ставить еще флоу на я на джава хотя я умею могу что-то там написать какой-нибудь бедлокод на джава но для тестов я думаю для моих тестов это достаточно для каких-то естественно взрослых продакшн тестов я я буду ламером но тем не менее я понимал что это возможный путь но я совершенно не хотел идти по этому пути потому что зоопарк технологии который нужно будет поддерживать это это боль это менте нас кост поэтому я начал искать путь как мне селенит который написан и на джаве реюзать в моем дотнет стеки с первое что я сделал я пошел я пошел на гитхаб нашел завел соответствующий issues guys что мне делать я хочу использовать си шарп благодаря комьюнити в принципе такому человеку как андрей солнцев это автор селенида еще одному якову который будет выступать после меня они молодцы они быстро ответили и идею которую они мне вкинули по сути представляет из себя следующее ребят давайте просто напишем еще один селенит на си шарпе окей ты нам можешь помочь я сказал не 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 ребят как бы это не очень интересный путь потому что первых я сторонник лин решений то есть мне нужно ну не на завтра ну хотя бы на послезавтра и мне нужно у меня есть два дня для того чтобы начать это использовать у меня нет факен ерту дурайд за став он си шарп поэтому собственно то что они мне предложили меня в принципе не устроило причины почему меня не устроило буду обоснованным во-первых в принципе переписать то что пишется уже четыре года силенит как я сказал довольно взрослый продукт со всем фичер сетом но это 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 не быстро определенно не быстро я думаю все здесь прекрасно понимают во вторых если даже теоретически представим что мы переписали весь став на на си шарп то окей как быть с тем что новый силенит будет релизиться и мы будем отставать то есть всегда си шарп автомашин кей будут позади java там это вообще как это то они это нехорошо я не мог это принять поэтому ну и плюс ко всему стоит заметить что естественно я буду наступать на новые грабли но фиксит новые баги тут на большинство кей это прекрасно понимают что все чтобы каждая новая строчка это собственно новая бага да и вообще энтропию вселенную увеличивать это вообще как бы out of scope естественно есть и плюсы я стараюсь быть объективным то есть то что как бы яков аргументировал в принципе валидно я не знаю какие плюсы написать честно говоря но мне сказал ну чувак ты прокачаешь свои си шарп скиллы я сказал окей принципе принципе с этим сложно не согласиться но это единственный плюс который я вижу от того что ты перепишешь что-то с нуля все остальное это ну я не знаю еще одна библиотека которая увеличивает энтропию вселенной поэтому я искал на самом деле я на самом деле искал некий lean solution что я понимаю подлинлин это что-то что должно мне за два дня дать все то что можно сделать за несколько лет первая первая идея которая пришла мне в голову называется gni java native интерфейс что такое gni я сейчас расскажу чуть детальнее но по факту это определенный определенная фича java virtual machine которая позволяет вызывать java из любого другого языка обычно найти в нового языка но не обязательно как мы сейчас увидим что мне почему этот путь preferable во первых потому что я могу быстро получить то что мне надо что значит быстро то есть все что мне нужно имея силенит который уже написан на си шарпе я могу написать пачку пачку в рапперов которые через gni вызовут все эти функции и вау я имею все те фичи которые имеется или нет я имею все в в своем салюшене на си шарпе второе естественно я буду иметь бакфикс и получать автоматически зашел бакфикс прилетел бинарник на джаве я его просто заменил вызывая этот бинарник он работает он behind у меня все работает собственно исключительно как прокси я обращаюсь к нему там java работает возвращает мне результат и самое приятное что этот в ропер это принципе common way если кто-то знает про qt и кучу библиотеки написано на одном единственном языке на одном единственной технологии вызывайте из массы языков мерките написано на c++ и позволяет его вызывать на пайтоне на ruby на на objective c на си шарпе на джаве это все обеспечивается не переписыванием кить поэтому этот путь и я вы избрал ну и вообще-то линвей поэтому почему бы его не выбрать для себя какие минусы я видел естественно мы упадем performance потому что ничто не дается бесплатно это очень интересный вопрос и его стоит копнуть глубже но об этом мы еще краем уха вернемся и принципе то что я ожидал я столкнусь какими-то инкомпатибилити ищу ну окей давайте я вот так вот вкинул вас немного в пучину я сейчас хочу продемонстрировать на свой страх и риск что что есть результатом моей работы на протяжении некоторого времени над этой штукой и я сейчас открою код написанная на java самим собственно автором скопирую содержимое теста вот так вот вот так вставлю туда где написано щит хир вот все что мне нужно сделать сейчас доллар к сожалению не поддерживается как имя функции я заменю его на с потому что потому что так посоветовали вообще с похоже на доллар и нажму ран но скрестили пальцы реально страшно что то там происходит запускается мазила firefox какие-то реквесты и понеслась опа то есть как вы видите что я сделал я скопировал код java почти без стриков на самом деле они есть но не не шибко жирные мы о них мы о них вернемся я надеюсь поговорим когда у вас будет какой-то фидбэк и будут вопросы по сути на самом деле для того чтобы начать это использовать нужно реально вызвать несколько строк кода который инициализирует библиотеку о которой я сейчас хочу вам рассказать то есть в действительности начать использовать selenit for c sharp просто здесь есть нюансы еще раз повторюсь мы к ним вернемся но по факту мы имеем тот же самый код который открывает браузер по матчеру ищет имя по имени ищет строку поиска в угле и собственно матчет то что мы смотрели до этого это став на самом деле который показывает от приятный message box вот на самом деле что мы имеем это тот же самый код на c sharp и в принципе можно сказать что java синтаксис похож серьезно похож на синтаксис c sharp и в принципе just for you information c sharp в частности появился благодаря тому что не смогли договориться microsoft и тогда еще сан о существовании о лицензировании адекватном поэтому нормально меня слышно отлично окей не смогли договориться лицензирование поэтому c sharp в некотором смысле несмотря на то что я большой его сторонник является клоном клоном java в некотором смысле то есть это будет грубо сказано это я к чему к тому что вы в принципе можете скопировать код java большинство 90 процентов кода java и получите с плюс-минус небольшими уточнениями изменениями триками вы получите код на c sharp что в принципе является бонусом если мы снова говорим такие об использовании целенида на c sharp окей я сейчас чуть-чуть позже покажу это давайте немного summary на текущий момент что у нас есть то есть во-первых да была проблема которая звучит в бизнесе так есть продукт нет времени надо покрывать тесты классика жанра есть целенид который говорит смотри чувак бери просто вот эту штуку она интуитивна она является верткой над с селениумом довольно довольно тестирована с той точки зрения что мы ее уже используем 4 года есть масса компаний и масса automation киев скажем так уважаемых в сообществе которые говорят вау это круто селенид говорят вау это круто и после этого мы говорим окей раз селенид это круто и раз у нас есть проблема в бизнесе которую можно устранить используя скажем так проблема заключается в том что нет времени селенид говорит окей это короткий это очень короткие тесты это очень интуитивный код который пишется моментально и быстро хорошо мы говорим окей у нас есть и шарпа нет у нас нет для сша тогда мы говорим окей давайте сделаем это для сша по имплементируем небольшого рапера которым сейчас детальности расскажу и используем копипастим код java тестов и запускаем его visual studio это то что мы имеем на сейчас как это работает то есть дальше принципе я немного поглублюсь в технические детали в нюансы девелопмента надеюсь что вам будет по-прежнему интересно то есть под низом всего этого лежит gni java native интерфейс о котором я сказал который позволяет делать вызовы в в джаву из любого языка я погуглил что такое gni и нашел такие картинки забавные это не дженой джена это вот это то есть это некая прослойка между вот она сейчас мы более конкретно и рассмотрим между собственно каким-то шарп кодом и джава кодом это это если так очень просто если чуть детальнее то на самом деле не только сиси пласт пласт может вызывать или любой другой на эти язык может вызывать это дженой здесь видно что джена это часть gvr то есть в принципе вам ничего не нужно делать вашей библиотеки вот что это означает вашей java библиотеки для того чтобы этот код мог быть вызван из из какой-то любой другой сиси пласт пласт или раст или я не знаю или си шарп или python библиотеки в принципе проблема дженая заключается в том что это такой это такой reflection но но процедурный очень процедурный то есть обычно это функция с где-то там вызов где-то 20 параметрами и использовать дженой напрямую это боль просто боль потому что нужно вызову передавать здесь нужно передавать массу параметров типы информация типах и так далее то есть джена это нечто такая очень general штука которая должна знать максимально о твоем эндпойнте отвоих конечных функций которые нужно вызвать и для того чтобы собственно выполнить этот вызов через среды поэтому когда я впервые задумался я понял что написать все в рапперы на населенит но за три дня анрил и я начал искать решение которое принципе ну как первая мысль которая возникла давайте генерим пусть машина делает то что делает человек пора уже и код писать начать но об этом позже вру не скажу вам об этом короче то чем то чем я то о чем я задумался это был генератор который которому можно скормить java библиотеку и он мне приобретал мне сгенерирует код си шарп код в котором будут джена эти огромные вызовы к моим java методом или java методом селенида в частности эта библиотека называется джен айфонет спасибо павлу савари это не библиотека на самом деле это сьют трех продуктов первое это собственно сам генератор который позволяет мне как бы запулить java библиотеку и получить вот этот код и второе это два два сапсюта которые позволяют с одной стороны заэкспоузить села арабьект реальный как проксю в живым на стрелке не смотрите это емель диаграмма пусть она вас не конфузит и реальный объект из java до заэкспоузить все шарп чтобы все объекты могли все объекты поскольку наследуются от все классы наследуются от класса объект и в java и все шарпи соответственно это необходимо и собственно java джен айфонет который обеспечивает мне этот вызов вот что такое это библиотека и тут вот я хотел много рассказать о деталях то есть принципе я думаю в целом концепция должна быть понятна то есть у меня есть java либо у меня есть некоторые консельного теле то которые я скажу java либо она не генерируется шарп код в котором по сути вызовы к моей java либо мне осталось сша скомпилировать получить сша библиотеку за референсить ее вижу студии вызывать из этой сша библиотеки эти прокси и они будут попадать джава все выглядит красиво но в реальности это нифига не сработало потому что джен айфонет болин загенерил ну во первых сели нит огромная библиотека с родни вот селениуму то есть веб-драйверу по размеру и тот став который он загенерил местами просто не компилился мне пришлось подчинжить его ручками это было принципе первая проблема после того как я собрал код продукт перешел со стадии какого хрена не компилится в какого хрена не работает то есть на этом этапе я за референсил библиотеку попытался запустить все закрешилось все что то есть в чем была проблема проблема была прежде всего в том что силе к сожалению это джен айфонет не поддерживают все птичей джавы то в частности например не поддерживает ellipsis бесконечное количество параметров функции благо мне удалось довольно быстро найти workaround этой штуки и что еще стоит сказать про джен айфонет джен айфонет принципе я бы сказал помимо того прочего что были проблемы с компиляция оригинального кода были проблемы собственно с отсутствием поддержки принципе все остальное все остальное было сделано на пятерку джен айфонет то есть он сгенерил мне огромное количество кода который работает я могу спокойно вызывать он позволяет как я вам показывал всего лишь 34 строчки выполнить инициализацию а дальше прозрачно по всему проекту и взять мой джава код плюс он дает мне принципе полный тулсет чтобы сделать continuous integration то есть что я подумал я подумал на полшага вперед такие а что если я тогда исправлю в джен айфонет которая спасибо павлу саваре open source исправлю в джен айфонет вот эти две баги то есть обеспечу валидную компиляцию там принципе минорная бага и поддержку ellipsis а то это означает что я могу этот консольную утилиту подключить к подключить к собственно continuous integration и каждый новый релиз селенида я буду просто генерировать дотнет в раппер который будет билдиться и все счастливые дотнет разработчики будет связать селенид точно также успешно как и все собственно джава девелоперы я вот тут немного хочу рассказать о деталях потому что мне сейчас не придется вернуться к секрету который я говорил начале то есть во первых я сказал да это работает как пиоси вы это видели почти никаких триков там нет кому будет интересно расскажу покажу на спикер конор и помимо прочего я бы огромный сторонник документашки то есть я это принципе документировал той или иной степени там есть довольно детальный халту как это повторить это все для того чтобы кто-то кроме меня тот же на гитхабе мог выполнить сет скриптов в принципе в моем в моих мечтах одним нажатием кнопки на батнике или continuous integration что касается принципе реалии да я обещал быть объективным я хочу сказать что то что работает она работает ну я бы сказал исключительно как бы для малых проектов для малых проектов там каких-то pet projects или для стартапов то есть это это довольно довольно стремно пока пускать продакшн почему потому что есть вот такие проблемы с дженой фонет то есть нужно и сначала пофиксить эти проблемы с дженой фонетом б я хочу сказать что помимо прочего тот пиоси который был сделан он превзошел не только мои ожидания но и человека якого который будет за мной выступать принципе который смониторил эту ситуацию помогал мне консультативно с точки зрения автомашинки экспертизы так вот этот пиоси полностью оправдал себя с той точки зрения что я в принципе уже прямо сейчас могу какие-то простые тесты скопипастить вообще и заменить один единственный символ и быть счастливым андрей сонцев тоже очень активно восприняло в принципе тоже очень ему понравилась эта идея ну как почему нет не увеличить аудиторию сейчас сразу же там полтора может быть два может быть два с половиной раза дотнет дотнет сейчас набирает огромную популярность но тем не менее как бы тем не менее эта штука которую можно прямо сейчас брать и использовать и которую я использую на продакшене уже сейчас для моего небольшого проекта на идеально решает свою задачу потому что как я повторюсь или не очень короткие интуитивные тесты я не я не парился написанием фреймворка я уже имею кучу комьюнити в интернетах где я могу загуглить как это сделать на селениде то есть новый велосипед новый фреймворк это всегда боль потому что только ты один с этим фреймворком остаешься один на один и вдруг вечером он тебе с подтяжка в темном переулке может мочить сзади в спину какой-нибудь острый предмет в виде какой-нибудь баги которая где-то где-то глубоко и репродюсится очень-очень редко короче одним словом написание своего став это довольно стрёмная штука поэтому использование уже существующих фреймворка который используют по честному я не знаю по всему миру или нет по всему по советскому пространству успешно используют и в принципе отзываются позитивно который встречается на стаку workflow его примеры которые встречаются вообще по интернету то есть это гораздо более безопаснее чем писать свое тратить на это время но тем не менее как я сказал есть и проблемы первое это его нужно все таки финализировать с точки зрения джен айфонет и второе но по performance у я могу сказать что принципе визуально performance не должен просесть больше 10 10-15 процентов но по честному я его не мерил это то что тоже интересно сделать пока на уровне биоси посмотреть стоит ли в это вкладываться и так как обращаясь собственно к секрету возвращаясь к секрету хочу сказать зачем я здесь да то есть во первых я ищу в общем хочу завербовать человека которому интересно сама идея который а в состоянии взять и пофиксить эти issues вместе собственно ну со мной с точки зрения консультативной потому что я к сожалению не могу в силу определенных причин физических я не в состоянии хендлить такое количество задач которые на меня опускаются на данный момент то есть у меня просто нет времени говоря простым языком это такая тупая отмазка я понимаю но по факту реально реально слишком много става и я я хочу в принципе чтобы то что уже было сделано то что я использую довольно успешно было доступно сообществу всем кому это интересно на хитхабе так вот собственно я ищу человека который в состоянии пофиксить ищу с моей помощью неважно даже уровень человека всему можно научиться этом это мой план второе это человек возьмет на себя лидерство над этим проектом на хитхабе то есть они претендуют на большие лавры небольшие дайте мне вот и собственно и есть пара идей как принц пара идей мы контактировали с андреем солнцевым он классный чувак он во первых это очень поддерживает готова это контрибьютить буквально на следующий день сделал мне нужные патчи в селе в селе ниде которые мне нужны были просто для того чтобы проверить определенную концепцию есть следующая идея кстати очень прикольная который заключается в том чтобы создать репозиторий поделюсь вами создать репозиторий неких микро библиотек с помощью которых я могу к well-known контролам например такие как селек 2 кто-то слышал про селек 2 bootstrap ну я думаю слышали такие фреймворки bootstrap селек 2 то есть это принципе контролы которые очень популярны сейчас и разрастаются и многие компании и многие проекты их юзают особенно стартапы потому что не позволяют стартануть быстро так вот идея в том чтобы создать такой репозиторий где уже будут у меня микро библиотеки с помощью которых я буду например иметь айпиай очень простой айпиай в своем тесте например я хочу допустим есть когда на bootstrap формочка которая выбирает менюшку в списке я хочу у меня там две функции надо там для теста выбрать менюшку там очистить менюшку то есть вы сделать выбор убрать выбор все для этого мне нужно писать на в принципе там 3-5 строчек на серии ниде но самая проблема что их надо таки написать а я бы хотел взять уже существующая которая протестирована работает это как бы следующая идея я не знаю может этот out of our scope но идем идеи есть и принципе было бы прикольно если бы этот человек тоже подключился с аналогичной идеологии и задрайвил это вперед собственно это это чуть ли не ключевая идея моего представления здесь этой тирады поэтому если кому-то интересно я буду очень рад встретить такого человека или нескольких человек не проблема которым я с удовольствием их бережные руки передам вот этот вот небрежный код шутка на самом деле все окей и и после этого собственно мы организуемся для того чтобы это счастье попало в люди и я надеюсь дотнет комьюнити ну по крайней мере солнце готова это драйвить в том числе также также успешно как я также активно как я ok so long story short i'm done до вопросы да пожалуйста окей хорошо пожалуйста да хороший вопрос очень да действительно последний релиз был четырнадцатом году но на самом деле тут я немного остановлюсь это очень бы интересная тема в действительности проблема существует как таковая я пространнее отвечу на вопрос проблема вызова очевидно вот этого джена любой любой любого любой библиотеки из не знаю c++ c sharp она существует и доказательство тому есть это джен айфонет но как любой проект джен айфонет собственно родился на этой проблеме решил эту проблему принес пользу небольшому количеству людей и как я понял лично для себя не каждый то есть была проблема на мой взгляд у автора правильно это спозиционировать то есть проблема которую я здесь увидел принципе звучит так вот никто вот эту хрень не понимает то есть есть лендинг пейдж на котором откуда я украл эту штуку люди скажем гулят по каким-то ключевым словам попадают на этот лендинг пейдж то есть автор старался что-то сделать чтобы он стал популярным попадает на эту на этот пейдж и это юмл диаграмма вводит их ступор и они понимают что они пришли не за тем что искали на самом деле это их инструмент то есть проблема на мой взгляд джен айфонетом первое заключается в том что люди то есть он был подан неправильно стоит с точки зрения маркетинга дело в том что не все знают что такое джен айфонет кто знал что такое джен айфонет кто-то знал здесь никто один человек да один человек знал что такое офигеть супер вот вот никто не знает поэтому в принципе там неудачное название библиотеки неправильное позиционирование с точки зрения на лендинге нужно нужно когда короче к чему я веду к тому что библиотека она как бы она отвечает потребностям очень многих людей на мой взгляд потому что очень все чаще и чаще нужно дружить несколько средств я вчера общался с чуваком который работал google тот которым я упоминал он контрибьютил вселениум рассказал офигенную штуку кому интересно поделюсь на самом деле что куда движется automation in general и селениум это это бомба в 3c их движок я расскажу это блин офигеть короче так что он сказал то есть на чем он пишет на всем у них то есть каков был первый продукт питон который вызывает java java который вызывает c++ и плюс плюс вызывает javascript да то есть там несколько сред то есть несколько сред это команд что команд став особенно для крупных компаний поэтому эта хрень она востребована но она продана неправильно вот к чему я веду поэтому этот чувак павел савара какое-то время довольно активно работал над проектом понял что он никому не нужен и собственно удалился на хитхабе последний коммит датирован 2015 годом то есть не смотря на то что на релиз был я в принципе check out и он работает есть тесты ты же на iphone это код я его сам видел написано c-шарпе он там качественный код это не просто какая-то подделка которая была на протяжении нескольких дней да это реально фундаментальный проект проблема этого проекта на самом деле в его позиционирование если вы правильно спозиционировать я не знаю какой то биндинг java to c-sharp просто переименовать его в что-то что будет близко людям которые ну gni что так вот и факт что за цжена и никто не знает мы это увидели только что среди нас а вот если это спозиционировать правильно java bindings to dotnet реализовать может быть какой-то более удобный ui-tool блин это я думаю даже на это можно сделать и деньги вот вот мой ответ то есть да сейчас у него состояние он не поддерживается но он на под за релизинг подмит лицензий то есть это даже где-то это писал не уверен ok то есть он за релизинг подмит лицензий и мать и мать и мать и лицензий то есть это означает что любой может его взять и продолжить contribution автор будет этому рад его можно переименовать его можно все что угодно сделать мать и лицензия одна из самых лояльных лицензий вот такая история ответил на вопрос просто стоит тогда еще и кроме вот этой портации как бы селенида на си шарп еще и поддерживать джен айфонет под эти задачи чтобы тот же хорошая лица это поддерживать я да да супер вопрос смотри то есть секрет заключается в том что все что тебе нужно сделать это допилить джен айфонет дальше больше никогда тебе не нужно делать ничего для селенида все то есть секрет заключается в том что джен айфонет сейчас ну скажем завершён на 97 процентов да не хватает там поддержки ellipsis а не хватает там вот это бы есть бага с конвертацией на данном тривиальное по-честному там тривиальная бага какая-то я уверен что если раскопать то можно найти написать тест на джен айфонет и найти его очень быстро короче то есть ты однажды делаешь джен айфонет после этого ты это вставляешь continuous integration и все ты забываешь о селенид for c-шарп потому что теперь каждый релиз почему селенида есть continuous integration и так далее это все обсуждалось это не просто мои домыслы каждый релиз селенида на c-шарпе сопровождается автоматически уже забыл об этом если джен айфонет который ты не обязательно даже поддерживать его дотянул до какого-то уровня единственно что конечно надо может случиться это да какая-то там новая фэнси штука появилась джави которую снова джена да основа дописать вещь то есть это никакой как бы никакого rocking science здесь и вот я жарю прикол в том самый как бы вот смак что тебе не нужно все время continuously это делать не нужно ты один раз дотягиваешь же на айфонет до определенного состояния которая покрывает все фичи на самом деле не надо до идеального все фичи селенида покрыть и все вставил continuous integration и забыл и все это работает еще вопросы есть какие-то вопросы по джен айфонету по фидбеку не знаю как он ложится на джон потому что я сам уже используется все линит но из смысле как его вообще презентует что вот это быстрый старт для таких маленьких проектов но большие бизнес проект они используют page object и у них вызов самих элементов да конечно я понимаю что не то что прям большие проекты любой нормальный проект должен использовать page object потому что ну иначе как по как потом вообще хендлить свои проблемы с я им поменял я еще дальше делать то есть то что здесь то что здесь обещается линит они называют true page object ну вот это наверно больше даже вопрос к вам что такое true page object ну нужно нужно найти нужно пойти на селенид сайт у них там принципе не просто static page там есть комьюнити задают вопросы отвечают на вопросы я точно могу сказать то есть я небольшой эксперт селениди потому что он покрыл все мои нужды в том на том левеле который мне необходим в принципе я не увидел там никак я еще не имплементил page object но то что я видел в селениде да это но не значит ну как на мой взгляд оно незначительно отличается от того как приметиться page object и в веб-драйвере но в любом случае они ставят на это ну видишь даже на лендинге на самом собственно на самом вот вот что они тут пишут нам true page object то есть это как бы у них четыре как бы столпа на котором держится селенид про первые три я могу сказать потому что я с этим работал то есть я непосредственно видел и показал вам что такое короткий api вызов одной строкой к браузеру показал как собственно ну разве что ajax в принципе просто там умные вейты то есть он ждет ты просто делаешь как бы там о там презентер и он ждет пока мисс не загрузится то есть вот тут вот мы на самом деле у нас нет никого вейта что очень круто я не хочу писать вейты в своих тестах у нас нет никого вейта то есть под низом google ajax page до под низом а на самом деле пусть там пресс-энтер и шут хэв шут хэв ждет умно внутри ждет пока мисс появится страница это все конфигурится но гайс я даже об этом не знал то есть вот крутизна селенида заключается в том что я даже об этом не знал то есть я просто скопипастил код он выглядит симпатично и классно про page objects но не юзал но вот они обещают и я верю в то что они по крайней мере не удали не ударили в грязь лицом по этой части то есть вот эти первые три я юзал селекторы тоже меня очень как девелопера меня очень вдохновили потому что эти да 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 то есть насколько я знаю такого нет в драйвере поправьте меня если если я ошибаюсь есть в драйвере селекторы но это все как бы это все не укреп для меня потому что я такого не знаю я писал на джава скрипте или на тайп скрипте я эти вра я юзал эти матчеры они очень удобно они продуманы потому что им уже лет 15 наверно как появился джек вери все же про джек вери да вот то есть как появился джек вери так появились эти матчеры он они очень интуитивны то есть html вот решетка означает что это будет айдишник . означает что это будет класс это как бы вэл но он широко известный он даже неизвестно это принципе довольно быстро интуитивно принимается и выполняется поиск то есть сначала ищется элемент у которого идишник а рс а потом элемент вложенный в него то есть этот пробел означает что он вложен с классом джей вот 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 я вижу что селенит здесь упростил мою жизнь мне нужно знать что такое find by element угадывать я уже переношу свой experience для меня как для девелопера это сильный поинт потому что я не напрягаюсь для того чтобы писать на на этом ну скажем это языке селенида то же самое я слышал от автомашин киев которые чувак с которым яков который сейчас придет и будет нам рассказывать тоже не менее интересный став пропитон и селен так вот то собственно что он мне говорил воспринимается как довольно сильный point ну они подают как там преимущество я как человек который любит документацию не не могу это сказать но они это подают как очень интуитивный очень интуитивные названия которые принципе доступны в интеллисенс то есть нажимаешь точку и у тебя все названия тебе интуитивные понятно окей какие-то вопросы появились еще да пожалуйста тот его просто а я понял тот тот engine да то есть engine нет я собираюсь его вылить на гитхаб но для этого мне нужен человек который возьмет это свои бережные руки и окей я я не кто просто когда на самом деле я взял на себя коммитменту со перед солнцевым и перед яковом что я это залью на гитхаб это звучит глупо но как бы пока месте коммитмент не выдержал то есть да на самом деле я могу даже показать что наверное я могу показать где-то здесь у меня это есть вот то что я называю документация то есть это это то что нужно сделать пуш на гитхаб это есть это есть это то как я собственно реализовал вот самого первого то есть да нет это в сети нету на это точно нужно запушить почему я это не запушил потому что я не хочу пушить как бы на in the middle да я хочу это довести до состояния когда человек за check out it на это то сделает пул и клон колон сделать репозиторий просто но и просто запущен этот батник build все который запустит там все остальные батники но неважно если мы говорим про да потому что он не запаблишен его нужно взять у меня и помимо этого нужно запустить там два-три батника моя идея в том чтобы человек который его заклонил просто запустила один батник потому что не каждый человек хочет разбираться да он сделал клон запустил батник и у него все работает запустился solution все вот из коробки и вот я сюда пришел для того чтобы найти такого человека который там сядет вместе со мной в течение часа вникнет в этот проект и скажет окей чувак я его забрал давай я его завтра я сейчас допишу в этот батник и за и запушу его на гитхаб но принципе если такой человек не найдется я уверен что найду время я не могу закоммититься на какие-то даты но я уверен что найду время и заправлю что его там ну асапа суна способов просто сяду найду час-два доведу до ума сам этот батник и делаю пуш на гитхаб взять мои контакты да и в инбейст лучше я понимаю да как бы хорошо ты возьмешь мой твиттер еще какие то вопросы то есть вот возьми мой телефон и можешь набрать я тебе дам фильтр то есть там сделаем так хорошо окей еще какие то вопросы нет вопрос окей это хороший вопрос на сейчас я найду свой твиттер у меня есть на телефоне можно сейчас да можно можно just a moment нифигасе вы меня заставите использовать twitter в которой у меня в режиме read only так одну секунду это было где-то под рукой нога есть если кто-то может прям сейчас что там за половать меня чтобы чтобы я увидел что я правильно затайпил символы твиттер увидели да да спасибо всем спасибо спасибо